всех приветствую мои родные любимые и сердцу мои дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого самого благого светлого доброго всего самого лучшего в жизни ваших сердца в дома в тела чтобы были здоровы будь здоровья будет все что все у вас было хорошо все у вас складненько всегда получалось было отличное настроение мир и радость души у нас с вами сегодня вот такой вот ролик назвал я его исповедь христолюбца пойдет он естественно на канале христолюб лайф плейлиста обо мне о моей жизни на канале христолюб проповеди или голос вопиющего в пустыне у меня есть раздел проповеди христолюбца по годам у нас с вами сегодня но у меня ролик будет чуть позже записываю 5 января 2020 года и проповеди по годам где у меня раздел есть уже 17 здесь он не виден 18 19 и вот у нас начался 20 здесь уже пять видео сегодня получится шестое но есть естественно общий плейлист где самого начала все собираю чтобы можно было включить и последовательно слушать вот но назвал я вот так неспроста сегодня до исповедь христолюбца истина вне христа или искали искажение писания я хочу сегодня поговорить о таких вещах как всегда прошло все-таки достаточно много времени сколько я на ютубе все-таки не вчера не один день это все-таки прошел да и мне хочется кое-что поделиться опять и от опыта и о теории поговорить вот когда-то на канале христолюб библия иные писания у меня там был даже другая заставка другая шапка там был такой монах когда я все это начинал еще это не лайф это не вот этот не проповеди а еще который сейчас библия он был моим так скажем вторым там канал но общем сейчас есть то что есть а кто помнит может быть давно вот это все видел и вы знаете на этой шапке если всегда стараюсь какую-то может быть фразу какую-то мысль тоже донести если у меня на лайве там в шапке вы найдете моя жизнь христоса смерть приобретения то вот сейчас на ну на библии там а мы проповедуем христа распятого воскресшего вознесшегося на небеса то вот на канале тогда бывшим сейчас библия бывшим он по сути мой такой был я уж не помню как он даже назывался у меня тогда на шапке на это была фразой была цитата именно из достоевского вы сейчас на экране увидите я вам ее зачитаю и она кстати у меня в контакте в ленте если до конца долистать она помню даже чуть ли не первая у меня в ленте в контакте с того времени когда я тоже вышел так скажем я же в свое время как вы уже знаете в себя уходил тоже все порвал все связи с этими соц сетями но теперь пришло другое время теперь я из пустыни уже давненько вышел стараюсь светить людям проповедью истины которые есть в любви в свободе и бессмертии и тогда это цитата достоевского было мне очень близко я говорю она мне первая одна наверное на стран на стене в контакте была оформлена я хотел бы с нее сегодня начать это видео почему называется ролик исповедь христолюбца истина вне христа но истина вне христа вы сейчас поймете почему исповедь христолюбца вы поймете вообще в конце ролика когда я сегодня все это скажу но об искажениях это я уже частенько по себе говорю сегодня тоже скажу это не самое главное с другой стороны это и есть тоже раскрытие всей той темы которая сегодня буду говорить давайте сначала я вам прочитаю ту цитату достоевского это и в одном из ну сборник его писем люди великие со многими вели особенно раньше естественно когда не было интернета переписки причем бумажные есть сборник этих писем и вот оттуда небольшой фрагмент я дитя века дитя неверия и сомнения до сих пор и даже я знаю это дабы до гробовой крышки я дитя века дитя неверия и сомнения до сих пор и даже я знаю это до гробовой крышки каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь это жажда верить которая тем сильнее в душе моей чем более во мне доводов противных и однако же бог посылает мне иногда минуты в которой я совершенно спокоен в эти минуты я люблю и нахожу что любим другими помните мою мысль да о том что человек блажен в совершенстве только когда любит и люби и в такие минуты я сложил себе символ веры ведь христианин даже принципе достоевский себя ассоциировал с православием спокойненько складывал себе свой символ веры несмотря на то что кто знает у когда ли у про ортодоксальных церквей ну католиков достоевский тоже не переварил тоже я имеют как все православные вот но символ веры у них есть ну протестантов процесс свой тоже символ веры есть а доставки сложилось все свой свой символ веры свой который родной который отражает его сердце в котором для меня все ясно и свято этот символ очень прост вот он верить что нет ничего прекраснее глубже симпатичнее разумнее мужественнее и совершение христа и не только нет но и с ревнивую любовью говорю себе что и не может быть мало того если бы кто мне доказал что христос вне истины и действительно было бы что истина вне христа то мне лучше бы хотелось оставаться со христом нежели с истиной вот когда у меня это особенно это цитата как хотите или большой отрывок достаточно из этого письма я говорю он был у меня на шапке вот этого соврец настоящего который сейчас канала христа люби библии чтенных писаний я на нем просто да начинал свои первые подкасты делать лайф у меня был беседами кто помнит еще сейчас он перед перед влафьеву переел и вы знаете многие меня чуть ли не долбили за эту фразу что это за христос в ней кто говорил что вообще не достоевский что все ему приписали как всегда кто говорит что это не оригинальный текст кто говорил что он искажен и что только не несли этому вообще оставим я разбираться не хочу есть и есть все это ходит в интернете есть вот прямая ссылка на конкретный сборник на конкретное письмо правда не правда я уже давно вам всегда говорю никогда не пытайтесь апеллировать к авторитетам истина она вот здесь вы просто говорите вот и все и человек как господь слышит слово откликается на него если она истина и если это сердце алчат и рождет истины вот и все все равно никому вы ничего авторитетами не докажете и кстати вот именно нормальному человеку и не надо этого делать и нормальный человек и не должен полагаться на авторитет и убеждаться авторитетом он должен жить только так как вот здесь говорит ему его сердце да он слышит слово вероотслышание иногда он может слышать просто бога может у кого-то истину божью слышат через кого-то через что-то через любой фильм книгу цитату жизнь поступок наблюдение какого-то события в жизни но поступать ты должен так как ты здесь чувствуешь только ты должен быть критерий один абсолютно честен с собой а значит с богом потому что бог внутри каждого человека и просвещает его тогда это абсолютный ключ это истинный путь в царство небесное познание истины теоретически и затем практически живя потому как ты понимаешь если сам себе врешь ты можешь других обмануть да но если сам себя обманываешь богу ты не обманешь павел потом так и писал бог поругаем не бывает всякие делающие зло от зла пожнет смерть делающие добро от своего добра пожнет жизнь вечную не обманывайтесь да и особенно конечно задевала вот этих кто со мной что пытались убери эту фразу это все бред как-то христос вне истины неужели вы такие глупые что ли я не пойму не можете понять о чем писал достойски очень глубокие мысли писал он это очевидно не будучи двадцатилетним да и более кто знает всю историю прошедшего и гонения так но не гонения ну вы знаете да что он был в ссылке все непростые годы его жизни да и вообще не непростая судьба я достойску совсем не будет не боготворю меня к нему очень тоже специфическое личное отношение к его жизни к его именно жизни да как он жил женщины карты все вот эти страсти да он необычный интересный человек но вы знаете писать можно много красивых словесов а жизнь твоя может быть совсем не так это только твои мечты что ты хочешь быть таким но человек это не его мечта его жизнь это очень важно вот за что я вам всегда говорю я люблю евангелие о том что это жизнь и учение иисуса христа и за что я люблю узнавать каждого человека его жизни прежде всего а потом о том что он говорит человек это его поступки за праздничным столом можно всем друзьям петь какой ты как ты их любишь и как ты всегда готов с ними быть вместе а как только приходит беда вокруг почему-то не остается ни одного человека да вот здесь то же самое но вообще это фраза мысль достоевского очень глубокая вот прошло принц 33 года я хочу еще раз они поговорить хотя сейчас вы ее нигде в принципе не увидеть ну кроме там вконтакте можно найти такой же вот типа пост картинки меня по-моему есть тогда умнее текст как ты картинка не помнили фотография просто достоевского было текст был или вот типа это вот я скриншот тоже сделал ну с обычного сайта с какого-то любой забил я даже свой пост искать не стал он там далеко его вконтакте уже не найдешь шапку тоже я уже давно удалил поменяла фотографии которые были на жестком диске естественные эти периодически чищу и все что уже ушло кануло в лето я не люблю хранить все собирать вот давайте еще раз вдумаемся прочитаем это очень глубокая мысль а повод почему я не просто хочу конечно прям к этой цитате а сейчас скажу почему именно сегодня опять не пришла мне сегодня уже я проповедь и всегда он говорил что я вынашиваю когда мне приходит мысль я сгоряча ничего не пишу я готовлюсь размышляю некоторое время делаю какие-то заметки аудио и через некоторое время уже записываю ну бывает конечно и на горячую разное но в основном так да давайте еще раз прочитаем мысль достоевского символ веры именно тут да мы не будем вот это я дитя века не вере сомнений хотя в этом тоже есть вот им почему он это пишет да это вернее тоже важно я дитя века дитя не вере сомнений ну хорошо давайте начнем с того почему мне мысль появилась опять вспомнить эту ну во первых первое кстати я еще намного раньше заметь пометку себе сделал название проповеди как я уже кто знает рассказывал как я это делаю если с хорошие записные книжки типа и не до я пользуюсь да и там я себе помещаю проповедь который мне приходит в мысли сказать и потом какие-то пометки сразу делаю аудио записи со временем как на диктофон пишу ну и потом уже что-то текстом дорабатываю и во первых сестра откуда одна сестра ольга вконтакте она лайкнул этот пост если не знаю на что ли мою стену до конца долистал или у меня действительно есть тоже виде фотографии где-то а там конечно у меня все разгруппировано мысли великих так как-то папочка называется вконтакте может быть она там нашла я заметил что она лайкнула этот во первых посты на стене или саму фотографию хотя это было после намного того у меня даже удивило это как все совпадение но я верю что господь совпадений в жизни случайности не бывает все устраивает господь это мне тоже так на сердце легло таким хорошим знаменем и я хотел бы так как вы знаете что я христианин который не относится не не отношу себя никакой религиозной и религиозной ну как я их называю псевдо христианским конфессиям течением направлением не к общеизвестным мировым таким как православие католицизм протестантизм не к самым мелким сектам я обычный свободный христианин некогда практиковавшие православие касался и протестантизма но от всего этого со временем видя что все это ничего общего с евангелием иисус христа не имеет я все это отошел и всем другим советую но сегодня мы об этом поговорим и вы знаете глядя на такую мою свободу во христе многие мне конечно постоянно тыкали многие постоянно и до сих пор и как пишет достоевский я знаю даже до гробовой крышки естественно такому как я не только мне таким как я будут этим тыкать и мне тоже уже что только не пророчествовали и отваление целиком от христианства и от христа и от жизни святой да вот во все тяжкие бросишься но вы знаете год за годом проходит и никуда и не отваливаюсь причем это я на ютубе просто три года а христианство вот кто знает недавно у меня был юбилей буквально два дня назад третьего января был день рождения и юбилей этот был не в плане жизненного моего возраста 37-летия а именно жизни во христе было десятилетие да 10 лет прошло вы знаете вот именно несмотря на то что я отвалился от православия от кривославия я бы вот так назвал это никакой не православие от того что я не стал протестантом вот им потому что оно мне чуждо я точно так же с его лжевыми учениями борюсь проповедуя истину да я не собираюсь рубить их мечом сжигать их на кострах запрещать их законодательно если бы даже у меня была власть я стал кем-то великим до сильно мира сего я бы ни в коем случае никакой палкой бы не уничтожал но дыханием уст своих которые я верю которыми я верю говорит господь я благовествую истину вот как я с ними борюсь да ничего только не пророчествовали до что я докачусь и отвалюсь причем в интернете есть такие примеры никто не скрывает есть жени девятьяров и все знаете мы с ним можно сказать друзья да я надеюсь это так и есть не только там в интернете мы с ним встречались кто знает он в два раза с большим стажем чем у меня христианин и кто знает с недавних пор женщина не считает себя христианином не проповедует христианство более того можно сказать что но даже хулит или так скажем выставляет в нехорошем свете вот мое отношение к нему как человеку не меняется я люблю всех людей и неважно даже если люди отваливаются это его выбор да вот я даже об этом говорю спокойно же не возможно смотрит этот ролик я думаю по моим глазам понятно что у меня нету ничего плохого не к этому человеку не ко всем остальным да не людям поносящим там библию христианство и даже самого христа делаю это естественно по примеру о чем сегодня много буду говорить по примеру и учению того кого я считаю богом явившимся во плоти иисус христа и даже через той евангелие которое до меня дошло о котором я буду говорить что дошло на выскажениях но именно это что я считаю оставалось для нас нескаженным иисус говорил что проститься человеку всякая хула даже хула на сына человеческого поэтому когда человек отрекается от христианства даже от самого христа вы знаете что такое истина это но учение истины да поэтому если человек внешне отрекшись вы знаете если я сам проповеду что человек даже будет блага вот именно ведь православные православные считают учение христианскими себя христианами я и христианами не считаю поэтому мне даже люди отваливаются от православия не отваливаются от христа они как раз если станут свободными они хоть как-то к нему присоединяться хотя и свободных во христе после того как я православие отодвинул протестантизм отодвинул попробовав вкусив их их не лжи и извращений я и со свободными во христе тоже хлебанул да и понял что это тоже не показатель да действительно вопрос человек в истине или нет свят он или не свят потому что добро и зло это не абстрактные понятия но просто есть бог есть это все самое светлое все самое лучшее все самое доброе да это бог это истина если человек не отваливается от этого слава богу потому что суд будет у каждого человека по делам не поверь не по словам ну по словам понятно то что слово это дело доброе или худое вот но на самом деле вы понимаете о чем не да не по праздным словам. Тут немножко всегда тавтология идет. Слово тоже это слово. Доброе слово, злое слово тоже дело. Ну, имеется в виду, когда праздные слова, да, я говорю одно, а делаю совершенно другое. Поэтому суд будет не по делам. Я могу исповедовать Иисус устами и творить беззаконие. Или проповедую Иисус устами спокойно сжигать людей, приносить их в жертву, кому? Богу? Нет. Типа еретиков, да. Нет, конечно, ты служишь дьяволу и этих людей, еретиков, приносишь в жертву своему Богу, не истинному Богу, а дьяволу, сжигать людей. Точно так же, как и иудеи распяли Иисуса, думая тем, что они служат истинному Богу, распиная богохульника, еретика и самого страшного человека на земле. Вот. И живой пример, почему на Женю ссылаются, кто меня знает, многие его знают, да. Мне пророчествовали то же самое, да. Вот. Ну, или еще, про что еще все не дошло, просто еще все дойдет. Но, вы знаете, я сегодня попытаюсь аргументировать и рассказать о себе, о своих мыслях. Время проходит, вот именно, жизнь меняется, появляется даже, как Женя, я говорю, пример есть. И мне хочется сегодня такой тоже опять краткий итог сказать, поэтому я, в принципе, ролик начал, название ролика, именно первое у меня, исповедь христолюбца, истина вне Христа, искажение жизни и учения Иисуса Христа. Вот по такой цепочечке. И вот мы с вами прочитали, давайте, символ веры. По поводу неверии, сомнений, тоже сегодня все это будет, поэтому, конечно, и вся его мысль, и вкратце, и символ, и в частности, вот этот символ веры его мы. Мы обо всем этом будем размышлять. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее совершения Христа, не только нет, но и с ревниевой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. Я еще раз хочу сказать, для глупых людей. Достоевский делает такой специальный оборот. Конечно же, для тебя, если ты христианин, если ты признаешь Иисуса Христа Логосом, Божиим, Богом, истиной, явившейся во плоти, а Достоевский, кстати, тот же самый, считал себя христианином, вот именно, вот все, что он говорит, я верующий, а христианин, но он лишь такую приводит, ну, как вот, ну, антиномия, вы знаете, я очень часто тоже люблю ролики записывать, существуют в жизни антиномии, да, казалось бы, человек свободен и может творить все, что хочет, но при этом есть судьба все равно, есть пророчество Божие, как хотите, мы знаем о конце времен и так далее, мы знали о пришествии, оно совершилось, первое присутствие именно в то время Иисуса Христа, когда на, о нем были пророчества, это удивительно, казалось бы, люди свободны, и как Бог может уразуметь все это, миллиарды людей, каждый идет куда хочет и делает, что хочет, но, казалось бы, все предрешено, вот, как Бог блах и не изменен, непонятно, и свободен, и не изменяем, если он свободен, он может творить зло, но он его никогда не делает, это антиномия, здесь то же самое, Достоевский лишь делает такую антиномию, но вы знаете, очень глубокую, очень глубокую, если сейчас вот вы со мной поразмышляете, или хотя бы пока послушаете, а потом поразмышляете, то я думаю, вам это не пройдет без пользы, как я всегда говорю, да, роль, картиночку и значок для видео специально такой сделал, да, с одной стороны Иисус, причем именно отдавший себя на жестокую казнь, да, на смерть через, посредством жестокую, через жестокую казнь, и на другой стороне истина, но я хотел вообще оставить такую черноту, пустоту, вот, но потом добавил такой вопросик, и у меня на одной руке истина, другой Иисус, да, сделал я это, конечно же, не случайно, да, вот я набросал, теперь я так делаю, да, на своем сайте, я сделал страничку, заметки, и здесь вот по сути это мини-статейки мои каждому, но я их никак не оформляю, потом они никуда не идут, но я себе в пометку и вас, чтобы это на экране было. Давайте разберем два пути, две мысли, которые в эти мысли, в эту мысль Достоевского можно вложить. Я еще, я так набросал вам по поводу отречения, отваления, да, я еще не закончил мысль, вот, чтобы не пророчествовать, я как-то буду так в перемешку все это тащить, да, эти красные ниточки, я надеюсь, вы их на протяжении всего ролика будете держать у себя в голове. Первое. Во-первых, не важно, что имел в виду Достоевский, я говорю, он мог что-то свое иметь, но мне когда-то эта фраза очень сильно поразила, и в свое время я вложил в нее только один смысл, а вот сегодня я хочу поговорить о двух смыслах. Тоже, конечно, с годами кое-что у меня тоже поменялось, у меня все-таки поменялось отношение к Евангелию. Вы знаете, мои ролики такие, как предыдущие, как я уже стал записывать, бумажный Иисус и реальный, что это разные вещи, порой даже очень сильно разные. И что, несмотря на то, что я исповедую, что в Библии, в частности, в Евангелии, в Писаниях и Ветховой, но за это много истины, много правды, много правдивых исторически описанных просто событий для нас, да, но там есть подмены, есть ложь, есть просто мысли людей, которые не истинны, и нам они просто оставлены. И Библия – это такое же поле с плевелами и пшеницами, и мы обязаны оттуда, что делать? Пшеницу собирать в сокровищницу, в житницу сердца своего, а плевелы выбрасывать и сжигать огнем неугасим, как хотите, любые образы подойдут здесь. И вот почему я сегодня снова хочу об этой фразе сказать, потому что она для меня расширилась. И вы знаете, мы разбираем два пути. Что это значит? Я вам на примере, чтобы вам эта мысль Достоевского раскрылась, кто ее не... Потому что мне такие люди писали, я говорю, кроме того, как сказать, что они глупы, я ничего не могу. Вы понимаете, я не нарушаю заповедь, я говорю в общем. И это действительно глупо. Надо все-таки вдуматься в то, что говорит человек. Ну, или, по крайней мере, я говорю, я лишь пользуюсь этой фразой Достоевского, потому что она действительно глубокая и великолепная. Она просто красива. Мне она очень нравится, и в ней есть смысл. Я не знаю, что в концовке уложил Достоевский, может быть, он бы сам стал со мной спорить. Но то, что я произношу ее, я сейчас объясню, что вкладываю в нее я. А я согласен с этой фразой. И я ее сам произношу. И раньше произносил, и буду произносить. Но теперь хочу рассказать два смысла, которые я в нее вкладываю. Да, для меня Иисус истина. Но как он красиво подал это. И тут какой у нас? Почему я не зря на этой значке к этому ролику, я с другой стороны, где истина, если вот именно это. У меня во всех значках я тоже пытаюсь вложить уже заранее глубокий смысл. Здесь не просто так, вот вы видите вопрос. Это не просто так. А что есть истина, тогда мы должны задуматься. Ведь этого Достоевский не стал выговорить. Я вам честно признаюсь, я не читал, если это, я так понимаю, это отрывок из письма Достоевского, я не читал его целиком. Оно мне в принципе неинтересно, наверное, так скажем. Хотя, может быть, и стоит доковыряться. Может быть, я, кстати, прочитаю. Но как до этого, это же я сам когда-то случайно эту фразу наткнулся. И раз кто-то вырвал ее. Возможно, она отражает все, или она является именно той глубокой мыслью, что остальное не важно. Хотя, я думаю, стоит перечитать это письмо в оригинале целиком. Я думаю, что я этим займусь. Возможно, после записи этого ролика. Ну, думаю, что от того, что я сделал это после ролика, и вот Даня пришла мне такая. Видите, мы приходят многие во время записи. Ну, ничего страшного. Может быть, когда-нибудь в будущем что-то еще откроется, и если там что-то такое, я как-нибудь перезапишу, или дозапишу, или еще какие-то мысли выскажу. Вот. Но на сегодня нам этого достаточно. И я не просто так здесь на ладони истины, да, поставил вопрос. А что есть истина? И вот в эту истину мы с вами сегодня, я вложу два смысла, которые подразумеваю, которые раскрывают вот эту глубину и прекрасный образ этой вообще фразы глубочайшие. Это я к тому все, что веду, что мне пророчествуют, что я отрекусь от Христа. Вы мысль-то уловили, что Достоевский говорит, что даже он повесил на грань весов между, возьмем пока сейчас евангельского Христа, бумажного Христа, как я это говорю, но который описан посредством бумаги, да, бумажного, понимаете, я не в оскорбительном плане говорю, а ну как-то надо говорить. Евангельского тоже немножко может быть непонятно. Я хочу, что именно что люди нам написали, что у вас слово бумажное ассоциировалось все-таки с писаниями людей. Не бог же, с Евангелия не с неба нам свалилось. Сам Иисус ничего не писал, чтобы потом его ученики хотя бы переписывали, они реально описывали своей собственной рукой. То есть это не первый источник. Более того, до нас все это дошло. Мы сегодня об этом еще поговорим. Не зря я ролик назвал «Искажение жизни». Эту тему сегодня тоже затронем. Ролик, возможно, получится большой, но вы знаете, коротких роликов писать я не умею. Для примера, чтобы понять вообще эту фразу, я вам дам жизненные примеры. Всегда говорю из жизни, чтобы было понятно. Первое. Мне лучше остаться с бумажным Христом, вот именно даже с тем, который написан в Евангелии. Хотя я верю, знаю так я громко, говорю понятнее, доказать не могу, что Евангелие тоже искажено. В нем есть искажение. В нем не все написано. Об этом я круглый говорил и сегодня еще раз буду говорить. Но мне лучше даже остаться с этим Евангелем на сегодняшний день. Неважно с каким. Синодального перевода, Нового Русского, Короля Якова, Десницкого там или еще кого угодно. Все эти переводы сейчас доступны все в публичном пространстве. Не то, что раньше люди были, ничего не знали. В католистик, церкви все читалось на латыни, в православной, на, как я говорю, славянско-китайском или на церковно-китайском, потому что для русского человека славянский язык ничем от китайского не отличается. Он точно так же не понимает. Церковно, тем более, славянского. Поэтому вы знаете, когда мне лучше? И мне лучше остаться с бумажным этим Христом, который до меня сейчас дошел. Если вы мне докажете, как и делают псевдо-христианские секты под названием православие, католицизм, протестантизм, что патриотизм, убийство человека на войне ради своей родины и типа защиты близких мечом, автоматом и огнем, это добро. И делая так, я делаю добро, моя душа становится светлей, и я иду в рай. Сюда же подойдет, я не пометил, но сейчас уж я так на ходу-то мысли в сеть приходит, это одно и то же, я часто говорю, либо сжигание еретика, распятие, сжигание, неважно через какую смерть вы лишите, через какую, как это называется, ну смерть, да, ну или через какое дело смерти вы лишите его жизни. Этого не чевчевца. Как там сейчас на Востоке этот ИГИЛ там, неважно, из пистолета его застрелите, голову отрубите. Если вы мне будете говорить, что христианство, Иисус, патриотизм это истина, то простите. И это делают православные, католики, даже протестанты, их очень часто почему-то с пацифистами ассоциируют. Это совсем не так. Это совсем не так. Это отражено в их учениях во многих. Они же просто, конечно, много конфессиональны сами, протестанты. Конечно же, там есть здравые люди, которые говорят, не, не, убивать человека нельзя ни в каком случае. Но это максимум половина. Половина спокойненько проповедует защиту своей Родины. Убийство человека. Неважно какого. Ну, в смысле, да. Защищать свою Родину, свой дом, своих родственников. Защищать я тоже говорю как грудью и спиной. Но не убивать этого человека. Защищать, да. Встал грудью, только через мой труп. Знаете, всем понятную фразу. Вот так. Так делал Иисус. Иисус так и сделал. Только через мой труп. Добраться до христиан, никто, когда он ходил по земле, не погиб. Пока не погиб он. И за ним он сказал, будет проливаться и ваша кровь. И вот именно христианин это тот, кто полагает свою жизнь. Непосредственно меча его случая. Он не хочет, но его убили. Нет. Отдает сам добровольно свою жизнь ради того, чтобы явить человеку абсолютную жертвенную божественную любовь, которая для мира сего, для иудеев безумие, для эллинов соблазн, да. Поэтому если мне докажется, что патриотизм или сжигание еретиков это истина, причем прямо противоположно Евангелию. Причем я говорю, почему вы православные, вы вообще что ли? Вы слушаете своих проповедников? Что они проповедуют? Это Евангелие. Да я только за это бы отрекся от этой секты. Что летит с уст самых высоких патриархов? Вы послушайте их не проповеди. Они же все заточены на междоусобную вражду. Вас травят. Вас как собак. Вот этих, которых потом травят друг на друга. Вас злят. Вам проповедуют, что все за гранью там плохие. Что защита Родины. Что все там надо убивать. Да только за это. Это противоположно даже тому Иисусу, его жизнь и учение, которое до вас же, и вы все это читаете. Иисус никогда никакого оружия не носил. Меча, автомата, пулемета. Никогда никакую Родину он не защищал. Когда Петр во время своего ареста, во время ареста Иисуса, казалось бы, он был абсолютно прав. Он защищал своего Учителя. Уж это настоящая истина. Это настоящая Родина. Это настоящий Бог. Уж казалось бы, тут ничего выдумывать не надо. Он абсолютно прав. Достает меч и начинает рубить головы. Промахнувшись мимо головы, отрубив ухо, одному из воинов, одному из полицейских, так назовем, пришедших арестовывать Иисуса, что Иисус сделал? Сказал, убери свой меч. Он три года их учил любить даже врагов. Они ничего так и не поняли. Он говорит, убери свой меч. Во-первых, он не спрашивал Иисуса. Ну, в смысле, там, кто помнит, он как бы спросил, не ударить ли нам мечом. И не дождавшись ответа своего Учителя, рубит эти головы. Ну, вот с головой там оплошность получилась. Ну, ухо отрубил. А Иисус исцеляет этого полицейского, который пришел его арестовывать. Исцеляет ему и прилепляет это ухо, приживляет его обратно. Вот какой Бог. Более того, исторические факты все в один голос. Нет ни одного свидетельства, что во время, через некоторое время, буквально, кто знает, иудейская война 68-70-го года, когда все-таки вот эти горе-патриоты поднимают весь еврейский народ, Иерусалим, вырезают всех римлян, гарнизон весь там этот иерусалимский, и чуть ли не во всех городах близлежащих начинает резать римлян. Что, вы знаете, происходит? Римская власть посылает войско и Иерусалим вместе с храмом, с капищем. Ну, я называю Соломона, по-первых, строитель, неважно, кто там, что он уже взрывавилем был. Этим имена немногие знают, а я называю капищем Соломона. Стирают с лица земли. И свидетели даже еврейских историков говорят о том, что христиан там не было. Они все ушли. Они не защищали свою родину, они не защищали Иерусалим, они не защищали величайшую святыню, храм Господень. Но людям настолько зомбируют голову, что они вот так вот видят, смотрят в книгу и видят фигу. Они готовы исповедовать эти лживые псевдо-христианские учения, православие, католицизм, протестантизм, вообще против того, что написано в Евангелии. Жизнь и учение Иисуса Христа. Жизнь и учение Иисуса Христа. Это печально. Это очень печально. Вот вам пример. Вот с чем я согласен с Настайским, почему эту фразу я применяю к себе и говорю, неважно кто автор, я вам Настайского когда ссылаюсь, вообще не ссылаюсь на какой авторитет, я вам сказал, я его не боготворю. Обычно человек точно такой же, как мы с вами, с такой же кровью плоти, причем жизнь его порой хуже наших с вами всех взятых была. Но это уж я подшучиваю, бог на всем судья. Но кто знает, как он жил, это действительно о многом тоже говорит. Хотя человек был действительно безусловно великий, много можно эпитетов ему приписать, которые в принципе имеют место быть. То есть в этом, вот возьмите, смотрите, что вы мне подаете под соусом истины, что вот это вот, вот этот вот чемоданчик, вы же знаете, что такое православие, любая секта, любая. Начиная с крупных, я их просто называю, заканчиваю любой мелкой. Это я всем напоминаю вот этот вот Яролаш. Помните его с часами, с суперскими часами, которые все говорят, такое советское время Яролаш. Тот радостный, все ему отдает, там одежку меняется, тот ему дает часы, тот уже убегает радостно, а тот ему говорит, а тот шел, потел, два таких больших чемодана нес. Тот довольно налегке идет, тот говорит, куа побежал-то, батарейки забери, два вот таких здоровенных чемодана, которые нести невозможно, батарейки или аккумуляторы, без них не работает. Это не сейчас технологии дошли, маленькие тут эти айфоны или что там, все с телефоном и телефончик у тебя вот такой вот еще связь, а есть часы и телефоны, все сразу, можно и позвонить. Сейчас не так, сейчас так, а раньше не так было. Вот это, конечно же, вам дают Евангелие, но правда говорят, что это истина этого Евангелия только в том, как мы вам его святые отцы там или протестантские учителя вам давали. Вот это истина, не то, что вы видите в Евангелии. Иисус никого не убивал, никогда не заповедовал, никакую родину защищать. Вам, пожалуйста, вам втюхали ложь, вы ее сами схавали и другим проповедуете, и других этой блевотиной кормите. Я когда все это видел, это слышал, когда православие практиковал, я не нашел ни одного, ни одного проповедника православия, профессора богословия, попы, начиная от сельских, заканчивая самым большим патриархам. Я ни одного не слышал, который бы сказал, что патриотизм – это ложь. Пытался с этим как-то бороться. Более того, они еще все это проповедовали как истину. Зачем мне такая ложь? Зачем мне такое Евангелие? Ты уже его исказил настолько, что она не является истиной. Ты людей. Но человек, который убивает, он этого человека, он же сам признает, он грешник, они грешники. Они же дьяволы, они идут убивать наших женщин, детей. Что ты делаешь с этим человеком? В чем ложь патриотизма? Ты убиваешь его, ты сам же сказал, что он самый грешник, достоин ада. И ты его в этот ад посылаешь. А ты куда катишься? Вместе за ним ты катишься в этот ад. То есть ты ничего доброго не сделал. Другая ситуация. Он супергрешник. Ты встаешь у него на пути. Да, у тебя за спиной семья, дети, родители. Вы христиане, особенно если вы все христиане. Ну, естественно, если ты мужчина, глава семьи, может быть дедушка, дед, то есть ты самый мужчина в большом семействе. Потом идут его дети, то есть отцы. Ну, я беру относительно себя, допустим, я маленький ребенок, мне даже не маленький, мне 15 лет. А может и 10. У меня есть дедушка, он первый становится. Его раз рубит. Дедушка положил свою душу. Вы знаете, убить не так легко. Та же самая фашистская армия, она стояла из таких же людей. Ребят молодых зачастую 20 лет никого не способных убивать, воспитанных плохо, хорошо, так же в католицизме и протестантизме. Когда он убивал первого человека, как вы думаете, что он испытывал? Он мог покаяться, тем более когда им втюхивали, что это все там негодяи. Русские люди, это такие бесноватые сатанисты. А представляете, он видит таких ягненков, которые без меча, без оружия встречают их с солью, с хлебом. Как вы думаете, безоружный молодой немецкий юноша в 20 лет поднимется у него рука просто так зарубить дедушку? Русского дедушку, да, который стоит с хлебом, с солью. Не знаю. Хорошо он его рубит. Во-первых, может зарубить его друг. И вы знаете, в нем может воспылать божественная ревность. Он скажет, ты что делаешь? И встать на сторону света этот человек может. Хорошо, он сам решился и убил первого. Вы знаете, убив человека, увидев настоящую смерть, кровь, мясо, вот это все. Смерть это ужас. Человек может измениться. Хорошо, он идет дальше, встает его и его дети. Мои, грубо говоря, мой отец, допустим, да, которому лет там 40-50. Он делает то же самое. Встает, мой старший брат, которому там может быть 30, сын моего отца. Его тоже рубит. Мне 15, я тоже встаю. Мне 10 лет, это мой младший брат, а он был воспитан точно так же, как я вам сейчас рассказываю, как мы все. И он встает. Встают женщины, бабушки, мама, дочка, внучка. Если воспитывать так людей, если полагать своей жизнью, если ты веришь в Евангелие Иисуса Христа, которое о любви, о свободе прежде всего, ты волен выбирать между добром и злом, пойти в ад или в рай. Ты свободен. Второй, ты выбираешь любовь. Ты не рубишь головы, ты отдаешь жизнь. Жертвенная любовь. Почему ты это делаешь? Потому что Христос воскрес, и вы все мои родные православные, вы поете об этом каждое воскресенье, вы поете об этом каждую Пасху, вы это вообще верите, вы не верите в это, вы не верите в бессмертие. Вы лжецы, вы обманываете самих себя и обманываете других. Мне ничего не стоит отдать свою жизнь ради того, чтобы человек увидел смерть, сотворил зло. Вы знаете, это же энергия смерти будет преследовать его до конца жизни. Начнутся сниз карманы, кошмары. Бог все так придумал. Этот человек не сможет спать спокойно. Убывая беззащитных людей, человек не сможет спать спокойно. Он погрузится во тьму, его одолеют бесы, кто знает, все это есть в людях, все это существует. Этот человек погрузится во тьму, он будет жить в аду уже здесь на земле. Ты ты пойдешь в рай, ты положил душу свою, вся твоя семья пойдет в раю, вы через пять секунд будете на Гавайях, вы будете все в небесном царстве. Что это жизнь? Как в Ветхом Завете написано красиво, вся жизнь-то человеческая, семь стащи восемь лет и то, большая часть из нее скорбь и печаль, болячки и прочие вещи, и труды в поте и крови лица. Вот вся жизнь. Неужели мы не хотим туда? И этому человек, если ты считаешь, что это самые люди, исполненные ада, что это люди, достойные последнего круга ада и коленей сатаны, тогда ему шанс. Если ты веришь, как все любят, в суд, в посмертное черно-белое бытие, в ад или в рай, так если ты любишь по Евангелию Иисуса Христа даже врагов, тогда ему шанс. Положи свою жизнь, пусть он еще поживет. Ты-то в рай пойдешь, ты знаешь истину, что любовь вкушает добро. Ты вкушаешь жизнь вечную, вкушай зло, ты вкушаешь смерть. Так дай шанс, во-первых, сам отправь все в рай и дай шанс ему. Его начнут одолевать бесы. Он не сможет находить себе место на этой жизни, и он покается, он изменится. И вы оба спасетесь. Вот она истина, Евангелие Иисуса Христа, а не этот бред, который нам все псевдохристианские секты навязали, это же ложь. Она ведет в ад обоих, обоих, и тех, кто убивает, и тех, которые эту смерть принимают, потому что они же первые, да, пришли. Они пришли с мечом. Наше дело, что сделать? Я прервался тут. Ну, в общем, все понятно вам. То же самое с еретиками, кстати. То же самое. Если ты считаешь, что он еретик, как ты сжигаешь этого человека на костре? Если ты считаешь, что он еретик, ты его отправляешь сам в ад. Бог может его еще до 100 лет попустить жить. Они вот когда это делали, а это делали все, и католики, и протестанты, и православные. Все в этом запятнали свою кровь. В крестовые походы у всех были. Я говорю, неужели вот это вот безумие не видно? Не видно. Люди, которые ослепляются религиозными сектами, они слепнут просто. Как вы рот, не то, что рот даже затыкали, а убивали этих людей. Как можно, вот представляете, до чего можно было докатиться? Это делали церковь во главе со своими иерархиями. И вы к этим сектам имеете прямое отношение. Почему я не отрекаюсь от Иисуса? Я говорю, потому что, сейчас я этим, конечно, мысль сегодня буду заканчивать, потому что даже то Евангелие, которое до меня дошло, и то, что вот эти секты существуют, это абсолютно разная вещь. Евангелия совсем чуть-чуть не хватает, на мой взгляд, и чего нам подменили. Но это малость, совсем малость. А все остальное, это все лжеучения сект. Их спокойно надо выкинуть и жить по Евангелию, по жизни и учению Иисуса Христа, по его примеру. Иисус не сжигал еретиков. Это делали ваши секты, и вы должны отречься от них. Даже несмотря, что они признают, ой, ну это наши отцы, так вы на этих святых отцов и ссылаетесь. Вы именно докатывались до этого, именно благодаря вот им. Потому что вы учения человеческие все время принимаете за истину. А почему? Эти же учения человеческие, этих ваших отцов, они нарушают все, как минимум три, самые крупные природы бытия, любовь, свобода и бессмертие. Они порабощают вашу свободу, свобода мысли, когда вы можете любому тыкнуть, сказать, слушай, это не соответствует Евангелии. Давай поразмышляем. Вы не имеете права голоса в ваших сектах. Вы рабы. Вы рабы, причем лжи. Лжи. Вам ломают волю. Вам подменяют истину ложью. И вы сдаетесь. И потом вы уже не способны выкарабкаться. Вы уже идете вот с этими автоматами убивать людей, понимая, что это нельзя делать. У вас еще может быть теплится искорка надежды истины, но вы уже со сломленной волей не способны противостоять. А противостоять надо было в корне, в словах, в самом начале. И начинать себя надо было, и проповедовать это вокруг. Найти в себе смелость восстать этим системам. Они лживые. Они ведут людей в ад реально. Они не делают людей лучше. Второй пример. Мне лучше остаться с истинной добром, нежели с бумажным Христом, злом. Какой пример я вам приведу? Убийство беззащитных животных в угоду своему чреву, похоти плоти, в угоду своим очей, похоти очей, развлекаловки, зоопарки, все эти фотографии там с этими дикими животными, да? Все эти, как там называют, цирки. Вся вот эта дребудинь. Сдирание шкурок ради шапочки, ради шубочки. Они не обувь, они не шапка. Это живые души. Похоти очей все это. И гордости житейской. Убивают порой просто так. Чтобы у меня чучело висела, голова его висела на стене. Голова убитого животного мною. Это до чего надо дойти. И это я типа крутой. Если я убил, летя на вертолете, вот с такой вот базукой завалил медведя. До какого безумия вообще надо дойти? Гордость житейская. Реально. Все это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И поэтому то же самое веганство. От того, что нам все в Евангелии подчистили, что было с этим связано, что-то даже подменили, что-то у нас под вопросом выбора, ты можешь и то, и то выбрать. Я сегодня уже об этом не буду говорить. Многие знают мои эти мысли, размышления. И в будущем я еще буду конкретно говорить. Все они просто в общем. Действительно, в Евангелии любовь к животным, к природе практически, а то и вообще можно сказать, что не описано. И это ложь. И вы знаете, вот именно в моей жизни всегда были, не раз, когда я с православием с этим сталкивался, с протестантизмом, со свободным из Христи. И вы знаете, когда они, прикрываясь с Писанием, лживо прикрываясь, искажая жизнь и учения даже Иисуса, да, мне там тыкали, вот это же делали. Вы знаете, у меня огромное желание было отречься вообще-то всего, от христианства, от Иисуса, лишь бы остаться с истиной. Говорю, мне все равно, что ты там приводишь. Любовь, я знаю, что есть истина. Добро, свобода, бессмертие. И за то, что ты мне бумажные слова кем-то написаны, кем-то искаженный, мне лучше остаться с истиной, нежели вот с этой бумажной ложью. Вот вам два примера. Вопрос, что такое истина. Поэтому, знаете, когда-то я с Достоевским, я, ну, кто помнит, у меня был где-то этот старый ролик, но я его, честно, не найду. Я мог как-то его записать. Или я где-то в вопросах на ответ, в ответах на вопросы тогда. У меня нет такого. Я не помню, что я помню, что я об этом говорил, меня долбили там и в личку писали с этой цитатой. Но это было очень давно, еще в самом начале, как я появился на Ютубе. И, честно, я вам этот ролик не найду. И тогда я рассматривала лишь вот с этой точки зрения, вот как я сегодня привел, патриотизм еще. То есть мне приводит то, что вообще в Евангелии-то и нету. Да, тогда мне лучше остаться с истиной, чем с вашими. Тут, короче, что в плюс. То, что набавили, накинули, завалили ваши правила, законы вот эти все, постановления, ваших святых отцов, соборов. Весь этот хлам мне не нужен. Все это зло, вся эта ложь, выбросьте ее на помойку. Мне она не нужна. Я тогда говорил, не напяливайте на меня это. У меня есть Евангелие. Мне ваша вся эта ложь, она мне даром не нужна. Уж не говорят, чтобы я еще за это что-то вам спасибо сказал. Вот, ты неблагодарный, ты нечтишь отцов. Да до тебя это все дошло, только благодаря им. Я говорю, до меня это все дошло, я вижу в каком виде. Мне это не надо. Подавись ты своей Библией. Есть попы, которые вот там протестантам тыкают. Таких, как мы, свободных, немного, поэтому они о нас еще не знают. А протестантам, типа, там дебаты эти все. Это вот, да, из-за нас там Библия до вас дошла. Ну и что теперь? Иисус тебе сказал, даром получил. Мне такому попу хочется сказать. Ты даром получил, даром. Давай, ты за что кичишься, за что ты требуешь? Ты вообще, когда это произносишь, вот эту погонь из своего рта, хочешь просто отвернуться, сказать, забери ты свою Библию. Если ты хочешь поработить меня, если ты считаешь, что Евангелие это инструмент или рычаг в твоих поганых руках, чтобы людей порабощать, ты что, ты это проповедуешь? Да подавись ты своей Библией. Бог бы мне явно открылся и открыл бы мне истину. Причем такой, как я, знает, что Бог открывается явно. О том, что Бог любовь, я узнал не из бумажки. Я из бумажки узнал лишь о реальном воплощении Бога на землю и его реальных делах любви, о чем мы сейчас еще будем говорить. О том, что Бог любовь, абсолютный свет и благость, я узнал неоднократно тогда, когда мне Господь открывался своей природой. Кто знает мою историю, знает, о чем я говорю. А если ты такое только заикаешься говорить, да подавись ты своей истины. Ты нарушаешь вторую, первый даже закон бытия, свободу. И более того, я бы поклонился вам в ножке, если бы вы не искажали ее. А вы, я говорю, и Писание искажаете, еще преданиями. Ложью тем, что предание – это неотъемлемая часть Писания, вы исказили ее целиком. Да мне такой даром не надо. Зачем, не имея истину, убивать человека и идти в ад? А вы это проповедуете, вы лжецы. Вы ведете людей в ад. Причем под видом благочестия. Страшнее некуда, чем вы хвалитесь. Поэтому у меня много раз было, конечно же, желание, вот так, знаете, противовес вообще уже, я не знаю уже кем, уже все вообще отрелься. Действительно быть просто проповедником света каким-то. Вообще даже к христианству себе, если ты такой, вот это такие христиан. Потому что когда я говорю, что я христианин, естественно, меня тоже, вот я же тоже в миру общаюсь с людьми, с язычниками, с нехристианами. Естественно, когда ты говоришь, что христианин, я на тебя все, первое, то есть ты в России, особенно, что-то православное, первое клише, и все, что к этим православному относится, все на тебя вешает. Я говорю, я нет, приходится отмазываться. Давайте сначала зачитаю, что у меня на экране, и потом уже буду свободно говорить. Но зачем мне отказываться от бумажного Христа и христианства из-за того, что нам что-то подчистили, что-то подменили, а что-то недосказали в Евангелии? Все равно в жизни примеры лучшего Христа, здесь я говорю, заметьте, такими же практически словами, как Достоевский. Все равно в жизни примера лучшего, чем Христа, его жизни и его учения, и его жизни, который проявлялся в любви к людям, ну, ближним, помните, и то, что он влагал в это слово ближний, как он сам к ближним относился, к любящим, очень важно. Любовь к любящим истинная, она отличается от мирской. Когда я готов к любящим все прощать, неважно, даже все зло, которое они творят, соглашаться на зло, только потому, что типа явно... Короче, псевдолюбовь, как я ее называю. Нет. Иисус научил меня истинной любви даже к любящим. И, естественно, любви к врагам вы вообще нигде никогда не найдете. Причем не только словом, и не просто словом, а именно делом. И что эта любовь у него была, вы знаете, до смерти, и смерти ужасной, смерти крестной, незаслуженной. И вот это его стояние в истине и заистину даже до ужасной смерти. Ну, естественно, то, что Иисус все это сделал свободно, он добровольно явился с небес для меня. И все это сделал, он явился, творил, даже умер за это все, и он воскрес. И вознесся, оставив мне эту свободу. И воскрес, явив мне, помимо внутреннего свидетельства, доказательства, что я человек, личность, бессмертен, еще и внешне мне дал это доказательство свидетельства. Почему я должен отрекаться ради таких вот искажений к христианству, жизни и учения Иисуса Христа? Почему я должен отрекаться от Иисуса Христа? Я верю, что для меня Бог, для меня, не ради меня, а для меня, не за меня Он умер, не мои грехи Он нес. Это образные слова, потому что действительно, Его-то убивали ни за что. И Он спускался, Ему не было нужды спускаться и своих грехей скупать, у Него их не было. Я верю, что Иисус это Бог, что Бог являлся на землю воплоти. Как я и говорю, то же самое, вот Вторая мировая война. Неважно, с одной стороны одно рассказывает, одной стране одну, и ее детям лапшу на уши вешает, другим другую. Но вы знаете, не вы найдете, наверное, человека в мире, кто усомневается, если он вообще знает, есть люди, понятно, вообще историю не изучают. Но вы спросите, это была мировая война, вам никто не скажет, что Второй мировой не было. Она была. С какой стороны рассматривать, сколько там лжи, сколько правды, кто прав, там кто виноват, там все хороши были, кто изучал. Но в том, что она была, никто не сомневается. В том, что она приблизительно была в Европе, началась оттуда фашизм, Германия, Италия, никто не сомневается. То, что Англия, Россия, Америка были там, скажем, сначала даже врагами, потом союзниками, никто не сомневается. Какие это отношения? Что это за союзы такие, где сегодня мы друзья, завтра враг моего врага, мой друг и так далее. Это другой вопрос. Но на определенный период мы там вместе, потом расходились. Общие крупные события, понятно. И почему я должен из вот такого псевдохристианства, псевдопроповеди истины, отказываться от явления Бога, воплоти 2000 лет тому назад о явлении этой любви. Пусть мне что-то и подчистили, что-то исказили и любовью назвали другое. Я-то сам выизбираю, что такое добро и зло. У меня есть еще мое сердце, чтобы определять истину. Бессмертие, которое он мне явил своим воскресением и свободу, которую он всей своей жизни и учению показал, что человек абсолютно свободен. Бог даровал ему эту свободу и не нарушает ее. Он пришел добровольно, никого палкой в Царство Небесное не загонял, никаких еретиков не сжигал, Родину не защищал, этих ненавистной игои римской не сбрасывал, свободно всем творил добро и проявляя этим самым свою любовь, открыл мне это имя, что оно есть любовь. Почему я должен от этого отрекаться? То, что вы мне дела любви в Евангелии подменили какие-то, а каких-то недосказали, до меня не дошло. Я чистотой свое сердце, желанием к познанию истины, к совершенствам, к святости, я и сам могу вам такую Евангелие написать. Я сам спокойно теперь могу в Евангелии тоже отделять плевел от пшеницы и находить подмены, находить недосказанное. Где есть выбор, выбрать лучшее. Никто не может доказать, что Иисус ел рыбу, у него всегда был выбор. Написано ему подали, и то, и то, и он ел. Не написано, что он ел. Чистое сердце выберет, что он ел мед, что он ел хлеб. Грязное сердце выберет, что он ел рыбу. Каждый по чистоте свое сердце выберет. Иисус для меня явился, вот чтобы я это увидел, ради меня. Он не нес мои грехи. Он сказал, ты сам бери свой крест и следуй за мной. Ты сам идешь в небесное сердце. Я тебе дал пример. И все это сделали, и я вот говорю, почему, что только сейчас нет, что только опять не проповедуют. И маму, и папу на небесах. Отец небесный, Дух Святой, боги там, сон богов, кто язык, кто там, что только не проповедуют. Я всем говорю, для меня не мама, кто ее Элем называет, или Эммой, не папа Эль, не мама Эмма, для меня не какие-то вообще мамы и папы, не важно какие, кто их как называет, не природа там, не какие-то боги, не Зевсы, не Базевсы, не тысячу богов, еще кто-то, не архангелы Михаилы, и даже не Отец Небесный, и даже не Дух Святой, а именно Иисус в себе дал мне пример. Эмма или Эль, для меня не сходили на землю, для меня сошел Иисус Христос, Бог, явившийся во плоти, это очень важно. Не Отец Небесный сошел, очень легко учиться с неба, Бог, вот для меня Иисус Бог, даже просто по жизни, знаете, как говорят, ты мой Бог, вот учителя нашли себе, неважно в каком виде, в боевых искусствах, в рисовании, и все, боготворят, как говорят своего учителя, или кумира, вот он певец, или она очень красива, звезда, и у кумира, поклонники начинают боготворить, вот я боготворю Иисуса, его жизнь, я вам говорил, я ее читал и влюблялся, это моя единственная, первая, единственная любовь в жизни, в которую я влюбился, и моя любовь продолжается 10 лет, никогда в моей жизни такого не было, я его боготворю, его, он для меня сделал, он, он ради меня показал мне путь в небесное царство, что это возможно делать все, что возможно так жить, и нужно так жить, и это единственный путь в небесное царство, единственный путь быть Богом, стать Богом, быть богоподобным, достигнуть совершенства, почему я должен от этого отказываться, только потому, что кто-то готов, вырывая, я уж молчу про Евангелие, не про Евангелие, а про Библию, которую назвали Словом Божьим, истинной, и оттуда вырывают все грехи человеческие, и оправдывают все свои грехи, и грехи окружающих, мне это надо, мне даром это не надо, почему он должен от Христа, от Евангелия, отрекаться, только потому, что вы, для меня Библия не Слово Божье, для меня Библия не истина, там описаны исторические события, грехи и праведные поступки некоторых людей, и я, как истинный человек, нормальный, здравый человек, глядя на это поле с плевелой и пшеницами, плевелой, выкидываю пшеницу, собираю и питаюсь ей, да, но не каждое там слово, там грехов человеческих, вот так вот море в Ветхом Завете особенно описано, и вы эти грехи назвали праведностью, сами по ним поступайте и катитесь просто с горочки, ровненько и очень успешно на самое днище ада, я зачем за вами туда покачусь, мне это не надо, вам надо, пожалуйста, мне не надо, вот так вот, вот так вот, поэтому, я надеюсь, вы поняли, что эта фраза значит для меня, какие у меня планы на будущее, я хотел, да, что такое исповедь Христалюкс, как я мыслю, да, примеры в нашей жизни есть, теоретических, практических, тут мне вспоминают, там, исторические, кого там еретиком назвали, отваливались, там, или еще что-то, я говорю, слушайте, я называю себя христианином, да, для меня, даже, даже этот, Иисус, этот, который научил меня, лучшего примера, и более того, я говорю, я не просто его боготворю, я верю, я всем говорю, и проповедую, исповедую, и проповедую, что это Бог, сам Бог явился во плоти, он имеет вид и образ, потому что я сотворен по образу подобия, здесь нет ничего удивительного, не я его очеловечиваю и снижаю с небес на землю, нет, это я его образ и подобия, он и сказал, вы Боги и дети Всевышнего всем, я лишь, в том, что Бог явился во плоти, я лишь убедился, что я действительно его образ и подобия, я действительно тоже Бог, но одно дело по природе, другое дело стать по сущности, и по природе мне дано все, на самом деле я бессмертен, и воскресную в любом случае, вопрос во что, в добро и воскресение жизни, или воскресение осуждения, бессмертие это природа, ее невозможно изменить, ты просто в априори бессмертие, вот это вот, это даже не смерть, это иллюзия, потому что смерть у человека неверующего, сырется с концом, а верующий познав, что смерти просто нету, что такое, когда Павел вспоминал слова пророка, смерть где твое жало, ад где твоя победа, да это просто вот здесь, Иисус у нас победил, потому что истинные христиане познали, что смерти просто нету, но, здесь жизнь вечная, у каждого, у веруна, у грешника, у язычника, вопрос как ты будешь жить, в аду или в раю, жить очень, жизнь у всех разная, можно жить и каждый день, говорить слава Богу, да, ешь, переселись, жизнь удалась, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, а можно каждый день просыпаться, говорить, Господи, когда этот день закончится, зачем он вообще начался, вернее, когда закрываешь глаза, мечтаешь, чтобы завтра не проснуться, можно жить в аду, люди очень сильно страдают, многие, от разных, вот именно, вот этой страдательской природы, которая после грехопадения, мы и эту школу жизни, потому что учитель добра и зла, это боль и наслаждение, об этом я тоже, кто слушал мои предыдущие ролики, знает, я об этом говорил, добро и зло, познание доступно каждому, человеку никаких книжек, ничего не надо, что ты делаешь, испытываешь боль, это плохо, испытываешь наслаждение, это хорошо, все тут очень все просто, вот и все, и поэтому, почему я верю в одного Бога, в единого Бога Иисуса Христа, все из этого вы видите, потому что это реальность, я не верю во все эти иллюзии, что мне с кем-то спорить, там отец, сын и дух святой, троица, четверица, эмма и эли, вы слышите, я над тем, вообще, в общем, никогда и целых серий роликов не записываю, вот так вот, конечно, употребляю, и то, как на духу лежит, просто немного живые какие-то примеры, которые сейчас есть в том же самом интернете, а так я просто верю в единого Бога Иисуса Христа, и то, что он в Евангелии, и так очень хорошим показывает, то, что мне подмазали, скрыли эту любовь к животным, к природе, мне это не мешает не отрекаться от него, потому что все, что говорят, меня скрыли, вот минусы, вот эти две, что я разделил, вам, я не просто так, я говорю, сегодня разделил, это плюсы, все, что мне прибавили всю ложь, меня это теперь, я настолько утвердился в истине, во Христе, что все, что прибавили, наградили люди, даже в Писании, даже в Евангелии, потому что писали его, переписывали, переводили, перетолковывали люди, все, что даже плюсом не то, что какое-то предание там старцев, мне вообще до него никакого дела нет, потому что вы сами уже не скрываете, что это люди, это вы там их святыми назначили, что каждое слово у них чуть ли тоже не истинно, причем читаешь его жизнь, мне этого святого, думаешь, слушай, мне не то, что его учения читать не хочется, я больше никогда в жизни его жизнь перечитывать не буду, если он там всем рубил голову за родину, ваши там все князья эти, вы каждого князя, каждого российского князя у вас святой, почитаешь его жизнь, мама, не горюй, да упаси меня Бог, я всем все время говорю, от Небесного Царства, с Моисеем, с Ильей, с теми, какие они были, если Илья и Иоанн Креститель притечат одно лицо, и я вижу, как он изменился, дай Бог, чтобы он там был, хотя сам Иисус о нем сказал, что меньше в Небесном Царстве, выше Иоанн Креститель, значит, Иоанн Креститель, это не уровень, не уровень даже Небесного Царства, И упаси меня Бог, небесного царства, с Моисеем, с Ильем, в тем состоянии, в каких они были, с Давидом, и со всеми вашими князьями благоверными. И пить это дать несложно, бумага все стерпит. Я читаю жизнь ваших святых, и я говорю, упаси меня Бог с такими святыми рядом находиться. И с ихним Богом, как я не такой Бог. Упаси меня Бог. Поэтому все, что мне прибавили, и даже в Евангелии, в бумажном, я спокойно отодвигаю и оставляю для себя чистого, истинного Иисуса, который открыт мне вот здесь. И почему я в проповеди претендую на истину? Потому что мое сердце чистое. Я не пытаюсь что-то исказать. Я стремлюсь, я говорю, Господи, открой мне все самое светлое, все самое правдивое. У меня нет никаких лидеров там, меня никто не контролирует, мне нечего бояться. Вы никогда от папа не услышите даже то, что он думает. Он же должен говорить то, что там, он знает, что его прослушивают, что его корректируют, что его лишат сана, если он что-нибудь не то брякнет. А это станет явно, потому что его даже из его же подписчиков, знаете ли, куда-нибудь донесут, если этому подписчику покажется, что он батюшку что-то не то понес. И таких сейчас примеров в интернете, в реальности полно. Называть фамилии, я думаю, вы их сами, особенно кто из православия, или как-то за ним наблюдает, может даже выйдя, вы все знаете, что сейчас творится там. С головиным, с киберпопом, и там таких, можно сейчас перечислять до бесконечности. Когда они становятся неугодными, их спокойненько двигают. А я не такой, мне вообще, у меня нет начальников, кроме одного Бога, который вот здесь. И моего, как Господь сказал, в ступеньках заповедив блаженство. Блаженный нищий духом, это время я прошел. Блаженный плачущий, я поплакал об этом. Блаженный кроткий. И я смирился, говорю, Господи, я правда говно говном был. Пожалуйста, откройся мне. И Бог мне стал открываться. И я, что? Я вас жаждал, говорю, откройся мне. Целиком и истинно, и абсолютным каким ты есть. Я сделаю все, что ты мне скажешь. Блаженный, алчущий и жаждущий правды, ибо они насытятся. У меня цель одна. Нести свет. Абсолютный свет, добро, любовь. Все. И второй пунктик, наоборот, я говорю, то, что мне минусом. То, что мне не донесли. Ну, или подменили, отрезали. Ну, то есть, убрали. Неважно, как подмена, это тоже убирание, да? Ты же того уже не видишь, истинно. Помните, как Господь Иисус говорил? Вы заповедями человеческими заменили заповеди Божьи. Насколько страшно это было. Они не просто еще их убрали. Мало того, что они вместо добру зло научили. Ну, и уж о добре они вот так сверху наложили. Или вообще, он говорит, подменили. То есть, убрали. Что такое подмена? Это убирается на его место другое. Все. Вы вообще не найдете истину. Поэтому все, что я вижу, нет еще светлого и доброго в Евангелии. А это совсем немного. В принципе, в Евангелии любовь к человеку. Я не знаю, как умудрились. Ну, понятно, сохранили, что он воскрес. Это суть вообще Евангелия. Там невозможно как вот тогда. Надо перекромсать, что Иисус не воскрес. Об этом помню. Потом Павел писал. Хотя в церкви, в ранней христианской церкви находились вот такие вот лжецы, еретики, действительно, которые уже говорили, что и воскресения нет. Целое послание, конец первого послания апостола Павла Коринфской, Коринфской церкви, он пытается уже убеждать христиан, раннюю христианскую церковь, когда все это было вот-вот свеженькое. И он целую главу, но это уже по человеческому делению, посвящает тому же воскресению Иисуса и всех людей. Потому что в церкви, оказывается, уже христовой, это же самое настоящее, раннехристианское, как его называют, первоапостольская церковь, уже находится течение. И, естественно, у этих течений есть источник учителя, который учат, что нет воскресения мертвых. И Павел, там такие доводы, вы знаете, это вся 15 глава, 16, пожалуйста, перечитывайте о воскресении мертвых. Даже тогда пытались. В воскресении, бессмертие, как хотите, жизнь вечная, свобода, она явно в Евангелии, что Иисус, благо этого тоже никак не подменили нигде. Первое, что Иисус сам, Бог, добровольно пришел на землю. Дела творил только добрые. Учения своим и делами он призывал добровольно. Еретиков не сжигал, меча в руки не брал, палку не брал. Его Адам, в принципе, не запугивал, кто знает. Он всегда говорил, вы сами пойдете, потому что он говорит, все будет получать по своим делам. И он говорил, опомнитесь. Делайте добро и вкушайте от древа жизни. Делайте зло, неважно, под личиной добра. Вкушайте смерть. Все, вы сами идете туда, куда вы хотите. Какая у него любовь к любящим. Далеко не умывание ног, хотя, знаете, я обожаю это место тоже из прощального. Ужин из Евангелия. Но мы знаем, что он и говорил спокойно. Даже Петра мог назвать сатаной и сказать ему, отойти от него. Либо выбрать другой путь. Отвернуться себя и пойти за ним. Как и всем остальным это предложил. Взяв свой крест и идя за ним. Что потом Петр и писал. Идти за Иисусом, за подвигоположника, нашим стопчик в стопочку. Как он любил ближних. Как он любил врагов. Чего вы не найдете нигде и никогда. Потому что крест Христов для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Я это на собственном опыте испытываю. Вот это проповеду. То, что я вам сейчас говорил о патриотизме. Я представляю, как вот эти же опять патриоты рвутся. И сейчас что мне там в комментариях напишут, как обычно. Это невозможно. Это все бред. Так нельзя. Хотя сослаться на Иисуса они никогда не смогут. Он в Евангелии другой. Вы все подменили. Вот. И вы знаете, пройдя уже вот этот путь, я же от опыта делюсь. Это долбежки. Да. Когда мне пытались Христа вот мешать с этой грязью. Либо наоборот. То, что я прибавляю, а они просто скрыли. Или верят в это, в то, что этого не может быть. Хотя это я приписываю Христу самое доброе. Говорят, что Иисус веган. Я приписываю ему добро. Вы говорят, что он патриот. Вы приписываете ему зло. Кто из нас прав? Выберите. Я всем говорю, сами себе учителей. Я выбираю Христа вегана. Вы выберите. Христа патриота. С автоматом. По горлу. И во рту. С ножами. Картинок таких полно. Да. До зубов вооруженных. Пожалуйста. Это ваш Бог. Но вы будете со своим Богом. И с такими, как вы. Но я с такими не хочу быть. Мой и ваш рай. Это разные вещи. И мы не будем в одном месте. Потому что вы сейчас не хотите быть со мной. А я не хочу быть с вами. Значит, Бог разделит. И каждый. Вы помните притчу Господь прекрасно рассказал. Будет разделение. О богаче и Лазаре. Вам надо напоминать притчу? Будет разделение. И на некоторое время не смогут оттуда туда переходить. Каждый будет там, где он хочет. Мой рай. Это Христос веган. Это Бог, любящий все. Да, Он как Отец Небесный воспитывает. Он воспитывает. Не мы. Мы друг друга не воспитываем. Мы друг друга словом просвещаем. Как делал Иисус. Это разные вещи. Хотя и Он, вы помните, взял кнутик. Выгнал всех животных. Потому что просто скотина по-другому не поймет. И всех продающих оттуда. И всех этих приносящих животных, жертв. Все Он оттуда очистил. Весь этот храм. Так что вот так вот. Вот так вот. В принципе, у меня тут написано. Ролик, да. Большой Павлович. Ну, никуда не деться. Уж кому нравится слушать. Кому нет, уж ничего не поделаешь. Две тысячи лет прошло. Конечно же, истинно подверглась искажению. Первому иудейскому. Потом языческому. Ну, а дальше и говорить нечего. Ну, я кратко скажу, конечно, все равно. О чем я говорю? Вы знаете, достаточно. Все межвутырино признаны канонической книги деяний апостолов. 15 глава. Всем известный этот апостольский собор. Но кому-то вам неизвестно. Я уже давно убедился. Что толк от христиан. Они Евангелие не читали. Что не говорят там об остальных писаниях. Ну, или читали, ничего не видели. Смотрят в книгу, видят фигу. А надо размышлять. Все-таки немножко углубиться. И почитать между строк. Я вам сегодня привел пример. Где Павел пишет. Что уже воскресенье. Воскресенье Иисуса. Христиане отрицают. Мы не обращаем на это внимания. А я показываю вам. Второе. Вот живой пример. Книга деяний. 15 глава. А не видишь ли, собрались по великим вопросам. Нужно ли вообще обрезаться язычникам. Нужно ли им соблюдать закон Моисея. Вы только подумайте над этим безумием. Насколько они святыми все и просвещенными были. Насколько они поняли учения Иисуса Христа. Я вам скажу. Совсем ненамного. Собирать апостольский собор из-за такого бреда. Значит ничего не понять. И как вы думаете. Если в книге деяний в 15 главе. Описано. Что вроде бы как здравый смысл победил. На некоторое время. Написано. Что они не стали принуждать все-таки голос Петра. Как мы видим. Иакова. Может быть еще кого-то возобладал. Но как мы видим. Целый собор собрали. Целый собор. Как вы думаете. Что если в этот раз не получилось. Через год это не получилось. Получилось. Мы с вами это знаем. У них не просто получилось. А как мы видим. Христианство вообще. Жизнь и учение Иисуса Христа. Вообще не прижилась у евреев. У Божьего народа. Все мы с вами это знаем. 2000 лет прошло. 2020 год на дворе. Крупицы евреев. Есть христианствующие. Крупицы. Целый народ отверг истину. Казалось бы. Который по Ветхому Завету назван народом Бога. И это не народ Бога. Ему не нужен Бог. Им нужна ложь. Им нужна зло. Ненависть. Как они могли отвергнуть не того Бога, даже, кто с Моисеем говорил. А почему они приняли того Бога и то, что говорил Моисей? А потому что это их сердце. Убивать, насиловать, грабить, покорять народы. Моисей уговорил по сердцу их. Разве это Бог учил убивать? Нет, конечно. Это делал Моисей. Когда пришел настоящий Бог. Его отвергли. И не только начальники иудейские. Где все остальные евреи? И вы, кстати, кто находитесь в этих сектах, православии, католицизме, протестантизме, вы же точно такие же. Вы в угоду своим лидерам, вы боитесь сказать слово. Именно поэтому у вас давно в ваших сектах нет Христа. Нет. Вы там никто. Вы рабы, безгласные овцы. Вас стригут, и вы ничего не делаете. Нету христианства в ваших сектах. Нету. Нету жизни и учения Иисуса Христа. Вы проповедуете ложь. Вы поклоняетесь Богу обрядами, постановлениями, тратой пустой времени на изучение преданий Церкви. Всеми темишово программами, начиная с божественных литургий, мес и протестантскими прославлениями. Никакому Богу это не нужно. Иисус этому не учил. Вы тратите попусту свою жизнь. Вы ничего не приобретаете, зачастую вы еще и теряете. Потому что идете не по тому пути. Вот вам живой пример. Иудаизм. Еврейская нация практически. Все евреи в России, нигде бы они ни были по всему миру, они просто не приняли жизнь и учение Иисуса Христа. Бога, явившегося во плоти. В первую очередь, как он сам говорил, для них, для них. Пятнадцатая голова, я говорю, если там чуть-чуть вроде бы как возобладал здоровый смысл, мы видим, что победа зла была не за горами. Мы видим уже 68-70 год, это Иудейскую войну. Она была тоже очень сильным переломным историческим моментом. Но уже, как мы видим, к сотому году уже все. То есть не прошло. И там, если берем от Рождества Христова, ну Иисус, получается, это же от Рождества Иисуса. Не прошло и полвека, и все. Все. Берем язычество. Ну, это громко сказать два века. На самом деле это век, может быть, было чистотой более-менее христианства среди уже язычников. Как Павел говорил, вы не принимаете иду к язычникам. Язычники приняли, хорошо, жизнь и учение Иисуса Христа. С сотого по двусотый год век, да, еще что-то могло пребывать. Я говорю, есть свидетельства, почитайте Тертулиана, кто знает, кто это такой. Всех вот этих так называемых святых до того, как христианство полностью погибло и стало государственной византийской имперской религией. Потому что Византия стала империей, да. Они писали, когда их обвиняли в том, что они едят кровь и плоть Иисуса Христа, что убивают младенцев на своих тайных вечерях, вечерях агапах, вечерях любви, и эти же святые, так называемые, правда, то же самое Тертулиана, потом еретики записали, сейчас не об этом. Почитайте любых других, хорошо, через православную свою секту, через католическую, через протестантскую, там тоже историю, все равно есть свои исторические богословские труды, книги, они не отрицают все, что хранится где-то в библиотеках, рукописи. Они писали, что как, говорит, могут есть христиане плоть детей, младенцев там убивать, да, что типа плоть Христа, там потреблять, кто знает, в каннибализме обвиняли. Ранних христиан, язычников, когда они, говорит, вообще мясо не едят. Они были веганами, оказывается. Почему-то это все было до третьего века, а потом, оказывается, царь, который царь, делает христианство государственной религией. Вы как думаете, религия, в которой мясо не ели, животных не убивали, пацифизм был полный, они ни свою родину евреи не защищали, ни храм Соломона, ну, неважно, там, чей он был, храм этот, вы поняли, храм Божий, ладно, посреди Иерусалима. Язычники начинают бросать оружие, всего это отрекаться, да, любить врагов и так далее. Как вы думаете, царь Константин, которому якобы снится крест, он этот крест наносит на все щиты и идет убивать своего брата, кто в курсе, что там было. Ведь в Византии не сразу стала единой римской, и в Восточной империи, вкупе с западной, там было четыре брата, как типа у Ирода Великого, да, четыре Ирода. Два умирают, друг друга там захватывают, и последние двое, это и есть вот эта война, где царь Константин своего же брата режет, народ режет свой же народ, и уже объединяется, и центр утренни просто становится не в Риме, кто знает, а в современной Турции, да, в Константинополе появляется Византийская империя. Но только после того, как последний, из двоих последних, один брат другого убивает с щитами, с крестом на щитах. Это первый крестовый поход был, только никак, все знают, почему только о римских походах, уже девятого, десятого, одиннадцатого и так до четырнадцатого века крестовых походов, уже типа христиан, римлян, уже типа, потому что кто знает, с седьмого, восьмого века пошел мусульманство, там, с востока уже на Византию, и типа, чуть ли эти не крестового похода были уже битвы с мусульманами, освобождениями, но кто знает, там было все совсем не так. Просто Рим пытался византийскую власть, именно христианскую, на себя перетянуть, поэтому они с мусульманами там якшались, кто знает, подставляли тот же сам Константинополь, чтобы Рим стал полноправным христианским лидером, да, папа римский и так далее. Кто знает, как все это было, я вот кратко пытаюсь рассказать, более глубоко, не знаю, может быть, когда-нибудь, я на Библии рискнул якобы христианскую историю зачитать как-нибудь, об этом целый курс открыть, но об этом, конечно же, уже не сегодня. Как вы думаете, могло такое христианство принять царь? Нет, конечно. Его очевидно, что его подмазали и адаптировали под, как сейчас, православие. Это же есть православие. Вот она тогда, кто знает, ортодоксия стала. Пожалуйста, убивай врагов, убивай животных. Все стало, как стало. Культ, полностью расцвел культ уже, все, пышные богослужения и так далее. Разве это истина? Конечно, нет, да. Дальше я сегодня, конечно, даже рассказал. Я говорю, может быть, когда-нибудь я открою на Библии, когда я целиком Библию дочитаю, апокриф, и, может быть, с вами откроем курсы историю христианства, истории религии, что-нибудь такое. Тогда, да, сегодня я могу лишь вам вскратце искать, поэтому я говорю, а дальше я написал, даже и говорить уже нечего. Надо уже целый курс открывать. Византия. Ну, возьмем с 4 по 14, так кругло, чтобы 10 веков, и уже с 14 по 20, причем отдельно надо Европу смотреть, отдельно Россию хотя бы, да и даже уже Америку. Колумб и что там творилось. Там, кстати, тоже интересно. Ну, вы все знаете, как там порабощались народы и какое христианство несли испанцы с голландцами и прочими англичанами на континент Америки. Огнем и мечом. Убивали всех майя, всех индейцев во имя Христа. Так насаждалась христианство. Потом порабощали, потом завозили оттуда афроамериканцев. Караул – это христианство. Это же жуть какая. То же самое было в Средневековье в Европе. Это караул, что было вообще с 14 по 20. То же самое было в России. Это просто караул. Первый патриарх российский. Его до сих пор даже самые православные, кто знает, не почитают. Потому что это просто был сам черт, патриарх. Его православная церковь русская не почитает свою первого патриарха. Кому интересно? У вас должен, кто не знает, у вас должен даже после этих моих слов появиться интерес. А почему? Вы узнаете, что такое русская православная церковь. То есть она сама не почитает своего первого патриарха. Все сразу станет понятно. Вот так вот. Ну тут я пишу, как Иисус предлагал разрушить капище, ну вот этот храм Божий, так называющий. Я его капищем Соломона всегда называют храм, который в Иерусалиме всегда стоял. Так и мы должны делать со всеми псевдо-христианским культами, учением. Прежде всего, это надо раздолбать все в своей голове. И потом от избытка сердца до избытка жизни заговорит ваши и уста. Ну в принципе у меня все. Вот тут итог. Что я хотел сказать, да? Ну я тут написал, не сожалею о потраченном времени на изучение, познание истины ни об одном добром деле. Вы знаете, то есть я сейчас так же как Достоевский скажу, если бы даже, вы знаете, если даже в своей жизни я отойду якобы, как говорят, от христианства. Потому что действительно, вы знаете, для меня в жизни иметь значение. И почему я говорю, в принципе, теперь я как бы с Достоевским не совсем согласен. Я сейчас хочу утереть другую мысль. Там я вам сказал, что я согласен, если вот то-то-то, вот такие два варианта рассмотреть. Ну и как Достоевский предполагает, что есть истина вне Христа, хотя в настоящего, ни бумажного, ни евангельского, она не может быть. Я верю, что Бог, это Бог, а значит Бог есть истина, равно истина. Значит, это истина являлась в плоти. Это и была сама истина. Поэтому сам Христос для меня истина. Но какого до меня его донесли в бумажках, это далеко не истина. Для меня это не истина. Для меня истина только тот Христос, который в моем сердце. И вот даже если предположить, поэтому для меня истина, конечно, важнее бумажного Христа. Поэтому я проповедую. Конечно, как мне даже уже говорят, да я сам-то говорю, да, своего Христа, как хотите. Абсолютно святого и совершенного. Для меня Христос веган. Я не верю, что Иисус убивал животных. Я даже, кстати, в Евангелии мы все с вами не видим. Сам он никого не убивал. То, что он уже убитый, когда рыбки были у кого-то в корзинке, он рыбу уже убитую, пожаренную просто приумножил. Он не убивал. Он не говорил идти ее убивать. Когда он говорил, закиньтесь и идти поймайте, он не говорил убивайте их. Они должны были увидеть это чудо и отпустить их. Человек остается свободным. Что ему делать? Но об этом я буду отдельно, конечно, в ролике писать. Поэтому для меня, конечно же, Христос однозначно был веганом. Это Бог, сотворивший небо и землю. Это Он каждый день творит живые души, рыбу, птицы и всех млекопитающих. Он не мог сам себе противоречить. Бог есть абсолютная любовь. Бог никогда не говорил ни Кайну, ни Авелю, ни Адаму с Евой, никаких животных не приносить в жертвы, не убивать их. Это делали сами люди. Бог сам себе не противоречит. Бог никогда не говорил не убивай и тут же говорит побей камнями того, кто в субботу палочки собрал. Не говорил ни при любодействии не убивай, но при этом, если кто-то при любодействует. Почему-то даже не ты, как муж, а просто всеми возьмите ее, забейте камнями или его. Но это Бог, который противоречит сам себе. Бог этого не делал. Иисус этого не делал. Даже явившись во плоти, Бог показал, что это все было не Он, а люди. Но даже если теперь как я, то как Иисус, я немножко просто, вернее, с этой фразой я согласен, но я по образу его этой фразы вам предположу такую же, попытаюсь какую-то такую же глубокую мысль дать. Но даже если предположить, что, во-первых, я не просто так отрекусь от христианства, от Христа. То есть я, предположим, что Христос действительно вне истины, то я, в отличие от Достоевского, выберу истину. Но, как я вам уже сказал, в принципе, даже в Евангелии, меня лично все устраивает. Вот не считая вот этих, это не мелочи, конечно. Мне жалко, что у Христа не пока... Потому что любовь к людям, она идеальна у Него. Именно я у Него научился любить ближних, любить любящих и любить врагов. Именно из этого Евангелия, которое до нас дошло. Я говорю, и то, что там что-то искажает, причем порой даже не просто в Евангелии, а сверху. Что ж сверху не навалит вообще, я говорю, отстаньте от меня. Выбросят сам на помойку, я говорю, сам не травись этой блеотиной. Уж тем более мне это не надо подавать. А то, что что-то подзажали, подменили и до меня не дошло, а может быть и было и не дошло, я спокойненько прибавляю, я прибавляю все самое чистое, светлое, что достойно Бога. Все это я приписываю Иисус Христу и, получается, ему опять же подражаю по его примеру еду. Вот и все. Иисус сам никогда никакого животного не убил, ни в жертву никого, мы видим, не приносил. Я говорю, сейчас понятно мне там в комментариях, набросайте, он им сказал приготовить Пасху, не он, а они спросили. Я все это когда-нибудь разберу, я не успеваю все делать, все невозможно в один день ответить на все вопросы. Я и так стараюсь максимум выкладываться. Буду я по веганству, конечно же, Евангелие разбирать, но пока не готов у меня материал целиком, а я стараюсь, как вы видите, всегда подготовиться, максимум раскрыть все темы. Я этим занимаюсь, это все в процессе. Я просто, почему я с этим и не спешу, потому что понимаю, что чистые сердца. Им достаточные первой главы книги бытия. Что по ней мы должны любить все живое на земле. Вот и все. Если кому-то этого не хватает, я думаю, что даже мой, когда я запишу ролик, видео, материал соберу по Евангелию, где я покажу, что Христос веган, да, ну это может изменит. Утвердит, конечно, тех, кто, я говорю, просто к истине повернулся лицом и стал понижить. Ну, может быть, там, я не знаю, до 5% тех, кто колебался, это максимум. И 105 человек все-таки утвердятся тоже и решатся избрать светлый путь любви ко всему Божьему творению. А 95% скорее всего рукой махнет и будет так же спорить. Дальше с пеной изо рта мне доказывать, что убийство – это добро. Да, что это можно, что это кто-то там делал, и это хорошо. И этим людям ничего не доказать. Они во тьме. Они закрыли глаза и сидят во тьме. И бесполезно им что-то доказать. Поэтому, я говорю, даже если предположить бы, конечно же, я выберу истину, я выберу добро. Но я вам, как уже сказал, теперь я вам зацикленно говорю, что мне проще Иисусу просто приписать то, что от него отняли. Не брать то, чего у него вообще не было, и ему приписывать. Зачем мне все это зло? Зачем мне из Иисуса делать патриота, ссылаясь таких святых отцов, на князя Владимира, на князя этого, на Сергея Радонеса, который благословил, и два монаха пошли убивать людей. Зачем мне это надо? Зачем мне все это вообще? Если Иисус пришел и все мне явил. Все. Он не говорил, что потом апостолы будут вам. Он сказал, пойдите, сотворите и научите всему, что творил и чему учил я. Вот какая была, кто помнит, последнее заповедь, последнее обращение, хотя он об этом говорил постоянно, в течение всего своего служения. Ну, и этим заканчивается, кто помнит, Евангелие. В частности, такие прям слова, это в Евангелии от Матфея, Марка, где Господь посылает на проповедь, учить тому и соблюдать то, что делал и чему учил соблюдать Иисус. Все. Зачем мне ваша извращенная ложь? Зачем я буду шествовать за ней и идти в ад? Зачем? Эта приманка ведет меня в другую сторону. Вы у меня морковку как повесили у вас ленка, и я не туда иду. Нет. Так что вот так вот. Надеюсь, я вам тему раскрыл. Вот такая моя исповедь, в чем она заключается. Потому что я говорю, тоже мне говорят, нет, у меня сердце. Когда-то были такие сомнения, как вот Достоевский начал, что я не зря весят кусок, не только символ веры прочитал, что я ничего не встречал совершеннее, искренне. Я вам говорю, и всегда у меня Иисус возрастает больше в глазах, когда я исповедую, что это Бог. Он имел власть не делать этого, и Он сделал. Это добровольная, жертвенная любовь. В моих глазах Он Бог, Он совершенство. Особенно, когда ты можешь этого избежать. И Он добровольно дал мне пример. Для меня это величайшая жертва, для меня принесена. Он для меня это сделал. Потому что я бы никогда не повел, что так можно. А я вижу, что так можно. И так нужно. И я пробую, понимаю, что это благость. Что это путь правильный. Я сам спасаюсь и спасаю других. Поэтому мне, я говорю, отрекаться, сколько уже было. Для меня светлее, как там Достоевский писал, да? Совершеннее, превосходнее, разумнее, лучшего примера в жизни нету. Нету. Поэтому я думаю, что я и дальше буду христианином. Я с удовольствием людям все время говорю, до сих пор с кем в миру благовествую. Именно то, что написано в синодальном, как хотите, в Новом Русском. Дарю и раздаю эти Евангелия у меня. Покупаю или сам там заказываю в полиграфии, кто знает. То есть я именно этого Иисуса всем и проповедую. Да, потом, кто захочет, у кого будут вопросы, я знаю, что я могу дать человеку ответы на все эти вопросы. Что-то где-то подмазали, что-то не так. Но то, что он прочтет и познает реально этого Бога, пришедшего во плоти, того даже, который нам до сих пор до нас дошел, в синодальном, в Новом Русском. Ну, я беру самый крупный, не буду вам все переселять переводы, самый основный, синодальный, Новый Русский. Это благо для человека, когда он узнает эту истину. Что Иисус, любовь к людям, идеально описано, да. Это тогда надо от Библии ответить. Первая глава, вы знаете, первые три главы, какую несут истину. Книгу пророка Иоанны, кто знает, и кто со мной ее прочитает скоро. Дойдет, вы удивитесь просто. Это божественная книга. Это книга тайны, опять имени Божьего, конечно, в которой есть любовь. И тайны, развитие другого сценария развития человеческой истории, если бы Адам с Евой покаялись. Это удивительно. Это удивительно. Как если мне от этого отрекаться, надо от всего этого отрекаться? А я не хочу. Я вижу в этом истину. Вот так вот, вот такая вот, поэтому все эти обо мне мысли, пророчества, меня устраивают, я говорю, синодальный, новорусский, евангельский, бумажный Христос в том, как он есть в отношении любви к людям, в отношении недостающей у него отнятой любви к природе, к врагам. Ну, казалось бы, что он об этом не учил. Я считаю, это неправда. До нас все это исказили. Даже, вернее, к любви к людям, даже какие-то места, кто там цепляет какие-то слова, не все правильно переведено бывает. Кто мои ролики смотрел, кто сам читал, кто читал разный перевод, кто все это видит. Значит, все это человеческое. Как было в реальности. Иисус говорил даже не на греческом, рукопись, который находит и там как бы переводит. Иисус вообще говорил на еврейском, на древнееврейском. То есть, все это надо понимать, к этому здраво относиться, и тогда истина всегда будет вам доступна. Она доступна каждому человеку, не через бумажки. Бумажки – лишь то же средство, лишь дополнение. Прежде всего, это вот искреннее желание, честное желание перед Богом познать истину и жить по ней. Знаний недостаточно. Господь сказал, что книжники, ничего не делающие, не входят в небесное царство. Знать пути пройти – не одно и то же. Иисус говорил, слышащие и не делающие подобно людям безрассудно. А слышащие и исполняющие – люди благоразумные, построившие дом свой на камне. Ну, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, назидательно полезно. Вы многое вынесли. Если пребывали во лжи, вне истины, не обратитесь. Я сегодня об этом много говорил. Пора заканчивать. Я вам всем желаю не только прийти в совершенство любви, как писал апостол Павел, действительно прийти в совершенство познания истины и любви. Потому что моя жизнь – это мое мировоззрение, прежде всего. То, как я мыслю, так я буду и поступать. Поэтому вам желаю познания совершенства, познания совершенства истины, теоретической и жизни по ней, то есть достигнуть совершенства в любви. Потому что бессмертие, оно вам априори принадлежит, свобода у вас есть, вы можете только сами ее отдать, но вы абсолютно свободны. Даже перед лицом добра и зла выбрать добро. Даже когда вас будет лишать не только материального, не только здоровья, но и самой вот этой временной жизни. Все. Поэтому только через это совершенство в делах любви ко всему Божьему творению мы достигаем Богоподобия и становимся законными Его детьми, ибо делаем так, как делал Он. Все. На этом у меня все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Всем уже пожелал, наверное, это самое лучшее, что можно пожелать, я говорю, достигнуть совершенства, богоподобного совершенства, изменив свою природу через дела любви ко всему Божьему творению. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.